И врач им не указ. Согласно статистическим данным, по количеству нападений на медицинский персонал в 2022 году лидировал поселок городского типа Ксеньевка, где еще в декабре 63-летняя пенсионерка решила расправиться с участковым терапевтом не только на словах, но и с помощью ножа. В остальных районах края случаи оскорбления медиков тоже не редкость, но в новогодний период такие ситуации кратно возрастают. И первыми весь негатив от проблем со здоровьем и неудавшихся праздников чувствуют на себе работники скорой, на которых в это время ложится основной поток обращений. В сутки сюда поступало до 700 вызовов. Много людей, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, пользовались нашей службой. Естественно, когда бригада приезжает на какой-то вызов с небольшой, может, задержкой, потому что, учитывая большую обращаемость населения на станцию скорой медицинской помощи, проявляют агрессию к сотрудникам. Из года в год ситуация повторяется. Угрозы бывают самые разные. Кто-то в порыве злости обещает расправиться с самими работниками, кто-то причинить ущерб автотранспорту. Был случай в новогодние праздники. Родственники пытались спустить своих собак на приехавшую бригаду скорой помощи. Бригады, естественно, постарались с такими индивидуумами не связываться и покинули место вызова. Но иногда покинуть место вызова просто не представляется возможным. Тогда медицинским работникам самим приходится обращаться за помощью и вызывать сотрудников Росгвардии. Для этой цели в Забайкальском крае более 40 автомобилей скорой медицинской помощи оснащены специальными кнопками тревожной сигнализации. С начала этого года было зарегистрировано уже два случая оказания помощи работникам скорой медицинской помощи сотрудниками Росгвардии. Один из случаев произошел в поселке Восточный, где мужчина вызвал скорую помощь своей жене. Работники прибыли, оказали эту помощь, однако мужчина по каким-то причинам не захотел выпускать их из дома. И тогда медицинские работники нажали кнопку тревожной сигнализации, и экипаж вне ведомственной охраны прибыл им на помощь. Нынешние праздники еще раз доказали. Алкоголь кратно увеличивает агрессию. Но несмотря ни на что, забайкальские медики осознают важность своего труда и надеются на то, что жители нашего края смогут относиться к их работе с большим уважением и пониманием.